Вопрос к нам поступил, почему Исаак благословил Исаава жениться на Хананеенках? Ведь он мог же не благословлять, или раньше родители не благословляли детей на брак? Ну, я сразу скажу, что раньше бывал всяко, как и сейчас бывает всяко. Но это вопрос книги Бытия, 26 глава, стихи 34-35. «И был Исаав сорока лет и взял себя в жены и Гудифу, дочь Бера Хитейнина, и Васымафу, дочь Елона Хитейнина, и они были в тягости Сааку и Ревеке». Синодальный перевод я читаю. Исаав, я напомню, если кто-то вдруг забыл, что это один из сыновей Исаака, второй – это Иаков, и у них постоянное соперничество. И как раз после этого идет разговор в 27 главе о том, как Исаак состарился, и Яков похитил благословение, которое Исаак хотел дать его брату Исааву, и он его забрал себе. А потом отправился на поиски невесты, потому что, с одной стороны, после смерти отца Исаав его убьет, а с другой стороны, ну вот надо же по-другому ему жениться. Между прочим, тоже двух жен взял потом, Рахиль и Илью. Но только не на этих самых из Ханаана девушках. Они, кстати, хитиянки, и когда даже делался синодальный перевод, никто, в общем-то, еще не знал, что хитей или хета – это индоевропейский народ, который был в Малой Азии, от него мало что осталось. Собственно, археологические памятники от него только остались. И в любом случае, это вот не тот народ, не та относительно чистая линия, которая принадлежит сам Авраам, и потом Яков пойдет искать жену именно из этой чистой линии. Исаак берет кого попало. Ну, наверное, красивые были, наверное, чем-то они его привлекли. Так вот вопрос, почему же Исаак это разрешил? А Исаак спрашивал. Я этого нигде не вижу. Более того, мы прямо после этого читаем, что Исаак состарился, притупилось его зрение. Он призывает своего сына Исава и просит его сходить поймать ему добычу какую-нибудь и приготовить вкусную еду из этой добычи. Да, дичь всегда ценилась. То есть, фактически, это еще история про то, как отец семейства под старость сам становится ребенком, о котором его дети заботятся, добывают ему пищу. И уже они решают, как им устраивать свою семейную жизнь. Вот вполне серьезный рассказ об этом. И мы часто сталкиваемся, люди читают книгу «Бытия» и любую другую книгу, но в «Бытии», наверное, особенно, это ясно видно, как некий сборник идеальных рассказов об идеальных людях. А она так не читается. Люди неидеальные, и рассказы неидеальные. Все как в жизни зато. Вот отец состарился, и его дети сами устраивают свою судьбу. Причем Иаков ничуть не лучше себя ведет, да, он обманывает отца напрямую. Исаф, по крайней мере, честно, пошел, взял в жену и сказал, вот, папа, моя первая жена, вот моя вторая. Чего, тебе не нравится? Ну, извини, а я их люблю. А Иаков вообще обманул своего отца, выдал себя за своего брата. И это еще тоже очень интересный, мне кажется, рассказ. Сейчас, вот если их взять, Авраам, Исаак, Иаков, они все очень разные люди, вот совсем разные, да. Авраам такой активный, довольно хитрый, помните, как он там выдавал свою жену за сестру? Исаак, впрочем, тоже это делал. С перепадами настроения разными, да, вот он очень эмоциональный. А Исаак очень спокойный и такой, как бы, слегка пассивный. О нем вообще сказано крайне мало, и мы чаще видим его в качестве объекта каких-то действий, чем в качестве активного действующего лица. Вот Иаков, это полная противоположность. Иаков хитрец, это уже человек, который очень много спорит с Богом, с судьбой, с окружающими, который активен до нельца, который идет вот на всякие такие истории, как кража благословения, но благословение передается через них всех. Вот мы думаем, нужно быть идеальным человеком, чтобы через тебя Бог действовал в этом мире. Да нет, не нужно, говорит книга Бытие. Не только она, но она говорит об этом очень ясно. Вот у тебя свой характер, у тебя свои плюсы, минусы, достоинства, недостатки. Это не страшно. Будь собой, и все как-нибудь получится. А с Исавом-то в чем проблема? Он же тоже сам собой был и не собирался отказывать себя ни в чем. Да ровно в том и проблема, что его заботят какие-то простые вещи. На охоту сходить, жену хорошую найти, там, не знаю, чечевичные похлебки покушать. Мы знаем, именно так он впервые согласился уступить первородство своему брату. И не более того. А вот те люди, через которых передается благословение дальше, которые становятся предками израильского народа, они отличаются не тем, что они как-то невероятно хороши во всем, что они делают, а тем, что во всем, что они делают, они стараются оставаться с Богом. Они стараются сберегать и передавать дальше вот то, что они получили от Бога. А рядом с ними какие-то другие люди, которые живут, может быть, даже и в чем-то получше них. Но просто они живут исключительно своими житейскими повседневными интересами и только. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.